Шеф-повар, Максим Григорьев. Голубцы с бараньим фаршем. Перед вами авторский рецепт, основанный на традициях народной кулинарии. Голубцы входят в базовый список блюд традиционной украинской кухни, поэтому их можно встретить довольно часто, как во время праздничных застолий, и на свадьбах, и на поминках, в виде особого кушания, являющегося данию памяти всем ушедшим предкам, так и при обычном приеме пищи за семейным обеденным столом. Время приготовления – 1 час 30 минут. Ингредиенты. Бараний фарш 1500 грамм рам. Баранина на косточке 2000 грамм. Барбарис свежий 50 грамм. Вода триел. Йогурт греческий 15 столовых ложек. Капуста белокочанная 4 штуки. Лук репчатый 8 штук. Майоран свежий 45 грамм. Масло подсолнечное рафинированное 50 мл. Мед 1 столовая ложка. Морковь 8 штук. Перец чили сухой 1 штук. Рис длиннозернистый 1 ст. Соль 1 щепотка. Томатная паста 500 грамм. Шафран 15 грамм. Яйца куриные 1 штук. Шаг 1. У нас есть свежая баранина, поэтому отделим кости и мясо, подходящая для приготовления фарша. Шаг 2. Нам нужны хлопья острого перца. Приготовим их самостоятельно. Отрежем ножницами кончики сухих перцев, разрежем их по боковой стороне и очистим от семян. Шаг 3. Воспользуемся электромельничкой. Шаг 4. Наши мелкие хлопья чили готовы. Шаг 5. Теперь займемся бульоном. Очистим морковь и лук. Морковь нарежем крупно по диагонали. Шаг 6. Лук, широкими кольцами. Шаг 7. Хорошо вымытые барани и кости следует обсушить полотенцем. Шаг 8. Для хорошего цвета бульона заколируем в сухом воке морковь и лук. Шаг 9. Туда же бросим кости. Их можно и порубить, но это делается опционально. Шаг 10. Барани на моем и режем на удобные для перекручивания куски. Шаг 11. Бараньи и кости переворачиваем и обжариваем со всех сторон в сухом воке с овощами. Когда все достаточно заколируется, заливаем горячей водой. Шаг 12. Перекручиваем куски баранины в электромясорубке. Шаг 13. Для приготовления фарша используем решетку со средним звеном. Шаг 14. Для начинки голубцов нам понадобится лук и морковь. Порежем их крупно. По 2 штуки. Шаг 15. Не забываем с бульона снимать пену. Шаг 16. Перекрутим на той же мясорубке куски лука и моркови, добавим их в фарш. Шаг 17. Хорошенько вымешаем. Луковый сок позволит баранине замариноваться, пока будет вариться бульон. Шаг 18. Наш фарш готов. Теперь нужно заняться остальными ингредиентами. Подготовим рис, капусту. Шаг 19. Бараньи кости варились уже около 2 часов. Шаг 20. Их следует вынуть из вока. Шаг 21. В бульоне будем варить вымытый рис. Для этого используем специальное приспособление, закручивающаяся ситечка. При его отсутствии, используйте муслиновый мешочек, делайте узелок из марли. Долейте горячий овощной бульон или воду, чтобы рис был покрыт. Шаг 22. Выбираем небольшие плоские кочаны капусты с тонкими листьями светлого, почти белого цвета. Зачищаем в моем, вырезаем кочерыжки. Кладем их в бульон, в котором варится рис. Шаг 23. Для аромата и цвета используем эмеретинский шафран. Это высушенные лепестки бархатцев, которые украинцы называют чернобрывцей. Шаг 24. Дополнительная вкусовая нота, свежий барбарис. Мы используем подмороженные веточки ягод, только что снятые с куста. Шаг 25. Подсоливаем. Шаг 26. Переворачиваем кочаны капусты и, по мере готовности, снимаем с них листья. Шаг 27. Подваренный рис следует остудить и добавить в бараний фарш. Шаг 28. Перемешиваем и добавляем сырое яйцо. Шаг 29. Теперь шафран эмеретинский. Шаг 30. И хлопья чили. Шаг 31. Подсоливаем, вымешиваем до однородности. Шаг 32. Все капустные листья готовы. Шаг 33. Процеживаем оставшийся бульон через несколько слоев марли. Шаг 34. На каждый капустный листик выкладываем по один ложке бараньего фарша с рисом. Шаг 35. Аккуратно заворачиваем внахлёст, закрывая фарш со всех сторон. Шаг 36. Когда все голубцы с бараньим фаршем завернуты, приступим к приготовлению соуса. Шаг 37. Крупные брусочки моркови посеруем в растительном масле. Шаг 38. Туда же, крупные дольки лука. Подсоливаем. Шаг 39. Выливаем в вог процеженный бульон. Шаг 40. При закипании, выкладываем туда все голубцы. Шаг 41. Доводим до кипения, накрываем крышкой и готовим на медленном огне. Шаг 42. Добавляем мед, эмеретинский шафран, слегка раздавленные веточки барбариса и хлопья чили. Шаг 43. Заливаем томатным пюре и доводим до готовности. Теперь вам известны все авторские секреты и вы знаете, как приготовить голубцы с бараньим фаршем по-особенному. Подаем с греческим йогуртом, можно использовать сметану, и веточками свежего майорана. Приятных гастрономических впечатлений. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.